Пять самых жутких кораблей призраков. Всем привет! Иногда корабли не доходят до порта назначения, а таимственным образом пропадают. А потом их встречают бесцельно дрейфующими и без экипажа. Либерийский нефтяной танк. В мае 2016 года нефтяной танкер Томая-1 был найден покинутым у берегов Роберт Спорта в Либерии. На борту полностью отсутствовал экипаж, однако все спасательные шлюпки находились на своих местах. До сих пор так и неизвестно, что же заставило экипаж так поспешно покинуть судно. Исследователи полагают, что судно могло загореться из-за нефти на борту, но доказательств найдено не было. Шхуна Юнг Тижа взорвалась в провинции Новая Шотландия в Канаде. Однако местные жители утверждают, что видели шхуну после взрывов в том же месте, где она и взорвалась. Экипажи, проходящих мимо кораблей, утверждают, что в месте ее крушения иногда появляются загадочные огни, напоминающие корабль. Ученые считают, что это просто оптическая иллюзия, создаваемая Луной. Однако таинственный корабль-призрак давно стал легендой новой Шотландии. Судно Джойта. Оно было одновременно и рыболовным, и торговым судном. Когда в 1955 году корабль покинул порт, на его борту находилось 25 пассажиров. Но спустя некоторое время судно было обнаружено. Оно было полузатоплено, но его радио полностью работало. Экипажу удалось покинуть судно, однако после этого все они загадочно исчезли. Все, что удалось обнаружить на судне, это окровавленные бинты. О судьбе экипажа причина крушения выдвигается множество гипотез. Одни считают, что экипаж намеренно затопил судно, чтобы не погашать кредит на его строительство. Другие предполагают, что на судно напали японские пираты. Яхта «Лунатик». В 2007 году 70-летний Юрий Штрек отправился в кругосветку на своей яхте «Лунатик». Для связи с Землей он использовал самодельную рацию, а 1 января 2009 года перестал уходить на связь. А спустя всего месяц после его исчезновения яхта обнаружилась у побережья Австралии. Однако на борту никого не было. Что произошло, так и остается из заката. Корабль «Мария Целеста». Самым загадочным кораблем-призраком является «Мария Целеста». Судно было замечено британским кораблем у побережья Азорских островов. Интересно, то что когда судно в 1872 году покидало порт в Нью-Йорке, на его борту находилось 1701 баррелей спирта. И на момент обнаружения корабля все эти баррели находились на месте. А на корабле не хватало всего одной шлюпки, на которой скорее всего экипаж и покинул судно. Но что же заставило команду так быстро покинуть корабль? Тот факт, что весь груз остался на корабле полностью исключает версию нападения пиратов. Есть версия, что на корабль напало морское чудище. Или судно попало в шторм. И капитан боялся, что при попадании в шторм корабль может взорваться из-за огромного количества спирта на борту. И решил спасти команду. Но несмотря на все версии, точная судьба экипажа и причины их поспешного бегства так и остаются с загадкой. Ну вот и все на сегодня. Угадайте секретные слова. Первый угадавший получит 50 рублей. Нажмите на этот колокольчик и будет вам счастье. Ииии... Жу! Продолжение следует...